Многострадальный европейский сезон, раздробленный на две неровные части пандемии и коронавируса, подошел к своему окончанию почти во всех основных европейских странах. Потому настало время подводить всевозможные итоги. Например, уместнее всего было бы поговорить о тех, кто приятно удивил больше остальных. Тем более в этот раз перерыв между сезонами будет совсем коротким. А это значит, что в нем задавать тон предстоит лучшим командам на сегодняшний момент. Гол-24 представляет некоторые интересные наблюдения о клубах-открытиях сезона 2019-20. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Аталанта Подопечные Джампьера Гасперини выдали просто бомбический сезон в серии А. Аталанта вполне успешно борется за второе место с куда более богатым, могущественным и именитым интернационале, а также с другим открытием сезона. Лацо Команда Гасперини в том сезоне проявила себя прекрасно, вследствие чего в этом смогла выступить в Лиге Чемпионов. Да как? Мало кто мог этого ожидать. Но нынешний розыгрыш стал настоящим бенефисом Аталанты, ведь в нем черно-синие выскочили в одну четвертую финала, обыграв Валенсию в первой стадии плей-офф. Самое интересное, что есть в этой команде, бешеная результативность. За этот сезон серии А Аталанта наколотила невероятные 96 голов, что является абсолютно лучшим результатом Лиги и вторым показателем среди клубов и стоп-чемпионатов. То есть во всей Европе больше команды Гасперини забила только доминирующая в Германии Бавария. Главными действующими лицами этой Аталанты, помимо ее наставника, считаются Луис Муриэль, Хосип Ильичич, Дуван Сапата, Алехандро Гомес, Марио Пашалич и, конечно, Руслан Малиновский, который в последнее время, кажется, превращается в звезду. Все эти люди по-настоящему раскрылись в Аталанте, и если команду не растащат, то, вероятно, она сможет оказать настоящее сопротивление Ювентусу, безраздельно властвующему в Италии много лет. Хоть сезоны подходят к своему окончанию, в августе нас ждет Лига Чемпионов, и это точно будет невероятный плей-офф. Лацо У команды Симона Инзаги был довольно длинный путь, ведь бывший форвард руководит ей уже давно — 4 сезона. Но настоящие успехи пришли только в этом году. Лацо впервые за полтора десятка лет сумел по-настоящему закрепиться в списке лидеров серии А, и сегодня римляне находятся в четверке лучших, сохраняя теоретические шансы занять в итоге второе место. Такого успеха в Лацо не знали давненько, а главной причиной взлета можно назвать сбалансированный состав и умение Инзаги с ним работать. При наставнике снова начал забивать Чиру и Мобили, благодаря Симоне продолжает прогрессировать звездный Милинхович Савич, а также не забывает раздавать ассисты Луис Альберто. Еще буквально месяц назад Лацо вполне уверенно навязывал Ювентусу борьбу за Скудетто, но в последнее время римляне чуть отпустили лидера чемпионата вперед. Тем не менее Орлята, и это уже очевидно, стали одним из главных открытий минувшего европейского сезона, ведь в нем Лацо сумел собрать серию из десяти побед подряд в чемпионате, что стало клубным рекордом для белоголубых. Кроме того, римляне являются действующим обладателем Суперкубка Италии, и вырван был этот трофей из рук старой сеньоры, что само по себе можем назвать большим успехом. Лестер Все мы помним сказку этой команды четырехлетней давности, и происходящее с клубом нынче, конечно, по яркости, ни за что не сравнится с историческим успехом Лис в 2016 году, когда они неожиданно для всего мира выиграли АПЛ. Но и сегодняшние успехи команды Брэндона Роджерса тоже заставляют обратить на себя внимание. Да, в этот раз Лестер не борется за титул. Однако, едва ли кто-то мог ожидать, что Лисы снова вернутся в лидирующую группу. Из того великолепного исторического состава осталось всего пять человек, лишь двое из которых продолжают приносить пользу команде в основе. Это бомбардир Джейми Варди и голкипер Каспер Шмейхель. Все остальные спортсмены, которые сегодня составляют основу Лестера, пришли в команду после постчемпионской распродажи. Так что эффективность и отлаженность сегодняшнего состава Лис заслуга рулевого команды Брэндона Роджерса. Тренер, известный в АПЛ по работе в Ливерпуле, вернулся в лигу из шотландского Селтика и принял Лестера не в лучшем состоянии. Да и сам Брэндон в свое время покидал Англию с репутацией неудачника, так что многого от этого союза не ждали. Тем не менее, Роджерс явно принял во внимание весь свой опыт, и работу в Лестере он может занести себе в актив, ведь при нем Лисы оказались в пятерке сильнейших. Гранада Эта команда никогда не хватала звезд с небес, и даже в разрезе своей довольно долгой клубной истории особо не могла похвастаться большими достижениями в чемпионате Испании. Достаточно сказать, что этот сезон Гранада начала в качестве новичка примеры, поднявшегося из Сегунде. И с учетом скромного состава, мало кто мог ожидать от Гранады чего-то большего, чем борьба за выживание. Но у тренера Диего Мартинеса на этот счет было свое видение. И, к счастью для Гранады, он смог донести его до подопечных, ведь сезон 2019-20 стал для них удивительно успешным. По итогам этого розыгрыша Ла Лиги, головорезы Мартинеса обосновались на седьмом месте в турнирной таблице, а по ходу сезона не раз оказывались и в тройке, не забывая при этом оправдывать свою репутацию убийц-гигантов. Это означает, что исторически Гранада славилась умением давать бой грандам, что им вполне удалось и в минувшем сезоне. А все потому, что специалист Диего Мартинес сумел настроить своих ребят правильным образом, научив тех не бояться топ-клубов. «Дело не в именах», — объясняет Мартинес, а в том, чтобы футболисты четко осознавали, какой целью они объединены, и соблюдали все тактические инструкции тренера. Рен Если говорить о Франции, то в этом сезоне больше всех удивил Рен. Подопечные Жульен и Стефано, понятное дело, не могли составить конкуренцию Парисен-Жермен. С ними во Франции последние годы вообще некому тягаться. Зато вполне неожиданно Рен оказался в тройке, и это также очень яркое достижение. Помимо парижского Гранда, выше забрался только другой традиционный лидер первенства Марсель, но его видеть в тройке — не новость. А вот Рену теперь предстоит впервые в своей клубной истории сыграть в Лиге чемпионов. И это небывалый успех, за который фанаты должны благодарить тренера. Жульен Стефан сколотил боеспособный коллектив из людей с репутацией крепких середняков, и сумел выжить из этого материала абсолютный максимум. Ньянг, Камовинга, Траоре — Все они из просто качественных исполнителей в течение сезона превратились в настоящих местных звезд. И если команду не растащат в это трансферное окно, как это обычно бывает с коллективами-выскочками, то в следующем розыгрыше Лиги чемпионов мы сможем понаблюдать за очень интересным коллективом. А теперь наша традиционная рубрика. Вопрос. Подбор игроков Гранады сложно назвать топовым, но среди малоизвестных футболистов здесь играет чемпион Испании 2007-8 в составе Мадридского Реала. Друзья, о ком идет речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.